Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос Ксении. Ксения пишет следующее. Хожу в церковь, меня там не случится, надежда теперь только на вас. Ну, когда есть надежда, как вы говорите, вся, всегда, в данном случае, существует риск, скажем так, надежды, риск ожиданий. И, соответственно, ожидания – это такая история, такая штука, которая склонна не оправдоваться. Поэтому первое, что я бы обратил ваше внимание – это именно на ожидания и на то, чтобы эти самые ожидания немножечко, скажем так, поуменьше, да, потому что ожидания, они в данном случае могут вам, в принципе, только мешать. Вот, поэтому в этом смысле, вот, в этом смысле, как бы это первое на все хочу обратить ваше внимание. Дальше, значит, Ксения описывает ситуацию, при которой она, значит, находилась в определенных отношениях с человеком, да, как она его называет, партнер по поцелуям. Вот. Он, вроде как, проявлял к ней какие-то знаки внимания, а потом перестал это делать, перестал проявлять наши, к ней знаки внимания. Вот, он перестал вообще выходить на работу, и как она узнала, что он встречался в состоянии с другой. Вот. Впоследствии он на этой самой другой, в общем и целом, женился. Ксения в этот момент, в это время, значит, вступает в отношения с другим мужчиной. Вот. С ее другом, который, да, ей также по ее словам нравится. Вот. И она сейчас с ним. Но, да, эта ситуация и эта история с партнером по поцелуям ее до сих пор тревожит, ее до сих пор беспокоит, ее до сих пор напрягает. Вот. Соответственно, она спрашивает, как эту ситуацию пережить, и почему насчет, когда цель достигнута, это становится ненужным. Да? Вот. Значит, насчет того, чтобы пережить. Здесь нужно сказать следующее. Ключик к переживанию этой ситуации, как мне кажется, в целом лежит в, скажем так, в том, что вы считаете, что мужчина над вами посмеялся. То есть вот та причина или то основание, которое вы для себя взяли в качестве ведущего, когда решили, что мужчина над вами смеялся, да, и является в данном случае тем основанием, которое вынуждает вас сейчас, ну, как бы, просить помощи в переживаниях. То есть вы считаете, что человек это делает специально, вот, вы считаете, что мужчина поступил по отношению к вам так. Специально, вот, вы считаете, что он над вами, собственно говоря, смеялся, вот, и, соответственно, вы чувствуете себя удивленным и униженным, да? Ну, вот, каким образом так происходит? То есть каким образом происходит так, что вы чувствуете себя в этом смысле униженным? На мой взгляд, довольно интересный здесь, может быть, ответ, вот. Он заключается в тех чувствах, которые вы, которые мы, которые мы, которые мы, вы, что я... эм... сталкивались с эт.. с этим человеком. То есть речь идёт именно о тех чувствах, которыми вы, э э.. сталкивались с..З..э.. ну, вот, э.. с мы....э.. с мужчиной, что это были за чувства. Это были чувства, на мой взгляд, которые имели под собой основания что-то компенсировать. Не просто быть человеком, наслаждаться его обществом, к примеру. Что-то ему дарить, что-то ему давать, что-то принимать. А это именно стремление что-то компенсировать. И именно стремление ваше что-то компенсировать и привело по итогу к тому, что вы решили, что человек над вами насмехается. Потому что если вы, ну, например, пытаетесь, да, допустим, компенсировать, к примеру, свою, например, заниженную самооценку, или если вы пытаетесь компенсировать свои страхи, чтобы, допустим, ну, к примеру, вы недостойны любви, допустим, допустим, или страх одиночества, к примеру, то любой отрицательный результат, в общем-то, приведет к тому, что вы почувствуете себя осны. Вот. Даже если человек, с которым мы общались, изначально не рассматривал ваше отношение как четвертосерьезно. Вот. Понимаете, да? Какой здесь вот момент. И в этом смысле к вам, конечно, есть сочувствие. В этом смысле к вам есть сопереживание, потому что, ну, понятно, что вы страдаете, да? Ну, важно увидеть, что вы изначально считали себя хуже, чем, ну, возможно, другие девушки хуже, чем, возможно, кто-то еще. То есть у вас, иными словами, идет борьба. Борьба идет довольно серьезно. Вот, как бы, в любой борьбе есть выигравший и проигравший. И когда мужчина решил с вами больше не быть, вы оказались в проигравших. И, конечно же, вам в этой ситуации больно. Вряд ли могло бы, могло здесь быть по-другому. Теперь осталось только выяснить, почему вы воспринимаете отношения как борьбу. Как так вот получается, что отношения для вас есть борьба. И, соответственно, если вы увидите для себя этот аспект, если вы увидите для себя этот элемент, если вы увидите для себя, каким образом вы приходите к тому, что отношения в определенный момент становятся для вас борьбой, я думаю, что у вас появится шанс это пережить. И вы, что называется, не будете, скажем так, сталкиваться в отношениях с человеком теми чувствами, которые направлены на борьбу, а больше будете сталкиваться с человеком теми чувствами, которые направлены на расширение. Расширение вас как личности, как индивида, как субъекта переживаний. Вот. Вот это гораздо более важный момент. Но это определенный путь, и этот путь вам нужно пройти. Я не рассчитывал бы на то, что этот путь вы сможете пройти самостоятельно, потому что вы находитесь в аватте своих мыслей, своих концепций, своих привычных моделей мышления, привычных моделей поведения, и вам несколько сложно будет из этого выйти. Поэтому самостоятельно вы, скорее всего, просто будете пытаться одни мысли, одни концепции заменять другими мыслями другими концепциями. В итоге ничего не получится, в итоге вы никуда не изменитесь и будете продолжать страдать. Поэтому имеет смысл рассматривать то, что вы описываете, да, то, о чем вы говорите, имеет смысл рассматривать как запрос на психотерапию, то есть запрос на психотерапистическую работу. По крайней мере, я это вижу именно так, именно таким образом. Я, естественно, не знаю, как вы видите это вы, но я вижу это так. Надеюсь, в принципе, что и вы к этому относитесь так же. Потому что ситуация довольно серьезная и самостоятельно не решится. Теперь, что касается, собственно говоря, целей, да, то есть то, что вы говорите, что цель, когда она достигнута, не нужна. Это довольно хороший вопрос и связан с тем, что чувство выбирается опять же в качестве компенсации их компенсации. Ну, именно вот цель. То есть цель там быть в отношениях, это попытка и стремление все это компенсировать. Цель – удержать кого-то, это попытка и стремление что-то компенсировать. Цель – находиться в отношениях, это попытка что-то компенсировать. Вот. Но правда в том, что что бы вы ни делали, а если мы говорим конкретно про действия ваши, что бы вы ни делали, компенсировать не получится. Потому что это находится внутри вас, на субъективном уровне. И, соответственно, выносить этого во внешнюю, так сказать, сферу, абсолютно не продуктивным. Вот. Поэтому мой ответ вам будет именно таким, что надо пересматривать то, как вы в целом выстраиваете взаимоотношения с мужчинами, да, на каких основаниях, какими чувствами, какими эмоциями, какими мыслями вы движетесь. Вот. И это станет ключиком к пониманию ваших трудностей сейчас. Вот. Ведь это абсолютно нормально, когда люди встречаются и у них ничего не получается. Ну вот. Не сложилось. Это нормально. Это неприятно. Никто не говорит о том, что этому нужно радоваться. Но то, что вы описываете, конечно, является, на мой взгляд, чрезмерной реакцией. И требует своего внимания. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Продолжение следует...